В Рязани прошла горячая линия по безопасности детских площадок. Рязанцы в течение двух дней могли задавать интересующие их вопросы или пожаловаться на состояние горок или качелей в своем дворе. На вопросы горожан отвечала уполномоченная по правам ребенка Рязанской области. Мы периодически это проводим, и очень полезно это. По каждому сигналу, абсолютно по каждому реагируем. И в зависимости от того, что требует, какая пришла к нам информация. Вот это будет и направлено, допустим, письмо в администрацию города. Так что обязательно будет реакция соответствующая. По телефону заявили, что вне горячей линии по вопросам безопасности площадок можно обращаться по электронной почте или прийти лично к уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области. Сломанные качели, беседки без лавочек и заросшие травоплощадки здесь не редкость. Опасные площадки находятся на улицах Советской армии и Новоселов. Беседка. 50 лет ровно. Ребята лазают и падают с нее. Там одни железки, все разбиваются. Видите, какая площадка? Нельзя ни посидеть, ничего, ни скамеечек, ничего. Плохо. Помимо всего сказанного, во дворах мусор, пустые бутылки из-под алкоголя и окурки от сигарет. А вот еще одна площадка, уже на улице Черновицкой, 25, корпус 1, которую установили 4 года назад. С тех пор ее так и не ремонтировали. Татьяна с другими жителями дома уже в течение двух лет пытается достучаться до своей управляющей компании. Дело дошло до администрации города, но пока ничего не изменилось. Качели не работают. Там качели спилили на второй день. Приехал премьер комфорта, сказали, что они плохие. Сделают, повесят новые. В итоге качелей как не было, так и нет. Стоит ли говорить о безопасности горок и качелей в этом дворе, когда даже обычная перекладина приходит в движение от небольшой нагрузки? Лилия каждый день приходит на эту площадку вместе с сыном Леонидом. Мы на эту площадку приходим, так как у нас возле дома вообще нет площадки, на Гоголе 33. Приходим сюда. Вулуны вот здесь торчат. Песка мало. То есть мы, допустим, босиком ходим. А вот та самая площадка на Гоголе 33. Жители не раз обращались в ту же управляющую компанию. Доски просили сделать. Они взяли, сказали, пришли, соединили просто бока. И эти бока в данный момент все развалили. Сколько куда они ходили в комфорт, в дом управления. Потом у нас Худяков, наш депутат, просили. Так кто же все-таки отвечает за безопасность детских площадок? Все зависит от того, на чьей территории находится детская площадка. Обычно это либо муниципалитет, в этом случае отвечает за все город, либо это земельный участок, который относится к общему имуществу квартирного дома. И в этом случае отвечает уже управляющая компания, либо ТСЖ. Если площадка угрожает здоровью или жизни ребенка, необходимо написать заявление в муниципалитет или обратиться в вашу управляющую компанию, четко прописав все претензии. Зачастую управляющая компания никак не реагирует на такие заявления. В этом случае следует обращаться уже в вышестоящие органы, в жилищную инспекцию, также в прокуратуру. Если ребенок уже получил травму на небезопасной площадке, необходимо обратиться в суд. Можно требовать от управляющей компании или муниципалитета материального возмещения на лечение и компенсацию морального вреда. В настоящий момент в России нет закона, который бы регулировал безопасность детских площадок или контролирующего их органа. Поэтому, когда дети будут играть на площадках, которые не угрожают их здоровью, пока неизвестно. Анна Малистова, Станислав Кудрышов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город».